Мы летим путешествовать в Таиланд без каких-либо планов. Три месяца назад мы начали свое путешествие, и первая страна, которую мы посетили, была Армения. Нам очень сильно понравилось, но мы поняли, что не хотим там больше задерживаться и хотим посетить Азию. И первая страна Азии будет Таиланд. Вылет у нас уже через пару часов, а лететь там 12. Но мы уже в целом все вещи подготовили, поэтому поехали в аэропорт. Ну что, ребят, доехали наконец-то. Меня не укачало, просто я выбил драмину, но драминный эффект такой дает, когда спать хочется прям очень сильно. Поэтому я такой сонный слегка. Но ничего, спать сегодня придется много, видимо. Пошли те 12 часов, что достаточно долго. Сейчас пойдем проходить все досмотры и уже потом включимся, я думаю. И на первом же досмотре, кстати, вот сейчас мы заходили в аэропорт. Это еще самый первый досмотр, еще до регистрации сразу же спросили, что вы там везете. А у меня вот в этом рюкзаке я себе взял Xbox на всякий случай, чтобы там поиграться, когда захочется. Потому что когда я был в Армении, не было такой возможности. Я специально в Москве пока был, взял себе приставку поиграть. И по итогу вот уже какие-то первые проблемы, первые вопросы. Ну, такое себе, конечно. Она еще весит 5 кило, блин, неудобно. Идем мы, кстати, в тот же терминал, что мы улетали в Ереван. Видимо, в Домодедове отстроили вот новый терминал. Он с самого левого находится, если смотреть на аэропорт. Просто раньше мы, когда летали куда-то в Турцию или еще куда-то, мы сюда точно не ходили. Сейчас пройдем все и пойдем в бизнес-зал. Воспользуемся лайфхаком Savita. Я его использовал в прошлой серии, поэтому если не смотрели, обязательно посмотрите. Пройдем в бизнес-зал, посидим там пару часиков, часа 2-3 и уже полетим. Надеюсь, без задержек, как в прошлой серии. Блин, у меня прошлая серия тоже была из аэропорта. Но я надеюсь, сегодня будет поменьше аэропорта в серии. Не хочу, хочу побольше Таиланда сюда запихнуть. В прошлой серии нас вообще задержали рейс на 6 часов. Было ужасно, конечно, тусоваться в аэропорту. Надеюсь, сегодня будет нормально. Мы прошли все досмотры. И такое ностальгическое чувство, на самом деле, потому что мы по этим же коридорам уже ехали в Армению. Если откроете вот эту первую серию наших путешествий, как мы прилетели в Армению, то вы видите эти же коридоры. Каждый, кстати, вот на досмотре спрашивает про мой Иксбокс. Видимо, это как-то у них отображается на их экранах и вызывает это недопонимание. Но все приняли, что это Иксбокс и пропустили дальше. Все, теперь, что нам нужно, это найти бизнес-зал. И Инга уже оформляет себе проходку за 700 рублей. А, уже сделала она, говорит. Все, и сейчас идем, покажем вам, что там в бизнес-зале. Но на самом деле, это будет тот же бизнес-зал, что мы уже были в первой серии. Если вообще не смотрели, все наши путешествия по Армении, обязательно посмотрите вот этот вот плейлист. Он вот здесь вот сейчас всплывет. Было очень красиво, очень интересно. Поэтому обязательно к просмотру. Но вот следующий уже будет Таиланд. Таиланд, я думаю, будет тоже интересный. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Мы, скорее всего, заедем в нашу квартиру. И надеюсь, что так и будет. Мы ее забронили на Airbnb на месяц. Расскажу по цене, расскажу, что вообще входит в эту цену. Поэтому обязательно смотрите до конца. Там будет обзор. Ну, в целом, как я и предполагал, это тот же бизнес-зал, что был и в Армении, когда мы летели в Армению, точнее. Еда единственная другая, но на троечку, на самом деле. В тот раз было получше. Взял себе свининку, куриную котлетку и картошку. Ну, и в целом поел, наелся, на самом деле. Вот, нас еще в самолете будет кормить. Мы там выбрали специально по блюду. Оно было уже в комплекте, то есть с ценами. А летим мы в этот раз, кстати, они уральскими авиалиниями. Но они, наверное, не летают международно. Летим арабскими авиалиниями. Должно быть получше. Посмотрим, что будет в самолете. Нам еще до вылета где-то полтора часа. Мы тут почилим. Вот там вот можно лечь, кстати. Что очень комфортно, на самом деле. Сейчас поедим. И уже будем еще полтора часика что-то делать. Потому что делать, на самом деле, нечего. Я скачал все фильмы в пять штук, пять штук. Но это на перелет пошли лететь до хера, на самом деле. Поэтому жрать, наверное, бесплатную еду. Что делать еще? Кстати, оцените, в каких кроссовках я поехал. Оп, как вам кроксики? Я что-то подумал, подумал. 12 часов лететь в кроссовках, в которых не проветриваются ноги, это ужасно. Поэтому я решил взять кроксы. Потому что в них очень удобно. И, надеюсь, будет перелет гораздо комфортнее, нежели если бы я взял кроссовки. Такой вот продуманный ход, на самом деле. Так, ну что, ребята, мы уже сели. Самолет вроде полностью, полностью забит. Первый наш полет будет в районе пяти часов в Шарж. Это где-то арабская страна какая-то. Итак, друзья, идет четвертый час полета. Мы, по-моему, уже снижаемся. И Инга вон. А, Инга проснулся. Мы, в общем, спим. Хотя я вот еще смотрю второй фильм. Потому что, ну а что делать, как бы? Я не знаю, что делать. Тут везде сидят индусы. Я думаю, арабы будут, на самом деле. Не знаю, что делают индусы в этой стране. Она же вроде арабская. Но да ладно. Если знаете, напишите в комментариях, будет интересно почитать. На русском, кстати, говорят. А, кобулентность. Я думал, мы опускаемся. Короче, надеюсь, что через часик мы уже будем на земле. Все. До следующего включения. Так, ребят, мы приехали. Тут какая-то жесть началась. Ищем. Пытаемся найти, куда нам вообще идти. Потому что все на арабском. Ни хера непонятно. Вообще ничего. Но на английском не говорят. Инга, коммуницируйте с ними нормально. Посмотрите, сколько народу. Даже есть какая-то. Аэропорт достаточно большой. Хаос какой-то, на самом деле, происходит. Из-за того, что очень много народу. Непонятно ничего. Познакомились тут еще с русской женщиной. Она тоже летит в Бангкок. Мы с ней летели из Москвы вместе. И по итогу она спросила там у кого-то. Ждем, в общем, без паспортного контроля. Мы просто ждем сейчас нашего самолета, который, на самом деле, перенесли на 30 минут. Что, конечно же, плохо. Но 30 минут – это не 6 часов, как в прошлом видео. Поэтому нормально. Нужно еще 2 часа посидеть здесь, где-то подождать. И начнется посадка, надеюсь, без эксцессов. Еще, кстати, хочу вам рассказать. Вот мы летели, и спереди нас сидела покрытая женщина и с детьми, с тремя. На двух сиденьях было 3 ребенка. Это первый момент, что я вообще не понял. А второй момент – там просто они так насвинячили. Я вот не знаю, кто это бы арабы или кто. Но, конечно, это было ужасно. Смотреть на все это и потом же людям это убирать – просто ужас. Нашли какой-то фудкорт. Там даже он вдали есть в Макдональдс. Сейчас посмотрим, что там по ценам интересно. Ну, народ – это просто жесть. Я как будто в торговый центр, авиапарк зашел. И тут просто хаос какой-то происходит. Жесть. И тут в основном все как будто арабы либо индусы. Я понять не могу. Смотрите, по поводу цен в Маке. Вот 25. Это мы только что прогуглили. В районе 600 рублей. Мы вот смотрели вот этот бургер. Он 580 евро. Либо что-то такое. Короче, цены опять-таки дорогие. Ну, как и во всех аэропортах. Наверное, на всякий случай взял Сникерс еще в Москве. Так что сейчас перекусим это. И надо водички где-то найти. Вот как-то так. И будем сейчас отдыхать. Где-то посидим. Надо тоже найти место, потому что все занято здесь. Просто какой-то трэш происходит, честно говоря. Ну что, мы нашли где посидеть. Взяли вот в этой кафешечке водичку просто за 1 доллар. И спросили на английском, можно ли посидеть у вас, если мы возьмем воду. Мы там на самом деле поторговались. Потому что нам сказали, ну, можете посидеть там немножко, типа полчасика. А я говорю, ну, нам надо час-два часа посидеть. В итоге пока сидим, нас не прогоняют, и нормально. По ощущениям еще, наверное, хочется рассказать. Чувствую себя тут не в своей тарелке совершенно. Много таких смуглых людей, которых я очень редко видел в России. Как-то некомфортно немножечко. Но хотя, ну, ничего в этом такого нет. Ну, вот такие у меня ощущения. Как будто прям реально за границей. Потому что когда я в Армении был, все на русском разговаривали. И все было, ну, как дома. Как дома. Вот ничего такого. А тут прям вообще люди на английском разговаривают. Они выглядят по-другому. Я вообще не слышу ни одной русской речи. И это, конечно, очень интересные ощущения. Совершенно другие, нежели попутешествовать в Армении. Итак, ребята, у нас началась посадка. Надеюсь, меня нормально слышно. Потому что эта женщина постоянно что-то объявляет. Вот. Началась посадка. Единственное, запускают сначала задницу самолета. Потом середину. И только потом спереди. То есть там самолет разбит по зонам. И вот начали с конца. А мы сидим спереди. То есть мы пойдем в самую последнюю очередь. И мы вот с ними подумали. Ну, вроде как это прикольно. То есть не будет никакой толкучки. Сначала задница, потом середина, потом только перед. Звучит нормально. Так что сейчас уже сядем. И 6 часов перелета. Надеюсь, моя спина, мой копчик выдержит. Ненавижу. Ненавижу долгие перелеты. Это выматывает вообще сильно. Ну, надеюсь, будет нормально. Все. Увидимся с вами в самолете. И так, ребята, доброе утро. На часах 4 утра. Инга спит, а я уже встал. Народ вон весь тоже трыхнет. Кто-то там на первом ряду сидит даже в очках виртуальной реальности. Видимо, так спать гораздо далеко. Смотрел уже где-то фильма 2. И еще 3 часа. Не знаю, что длилось. Наверное, уже встретимся ближе к посадке. Снимать особо нечего. Летим, доспим. И смотрим что-либо. Ну что, наконец-то. Наконец-то мы долетели досюда. Это были сложные 12 часов. Спинка моя побаливает. Остается нам пройти все сейчас паспортный контроль. Забрать багаж. А дальше мы уже, я думаю, как-то на метро доберемся до нашей квартирки. И будем смотреть, что там вообще. Не обманули ли нас по картинкам. Надеюсь, все будет так же, как в Airbnb. Увидим. Так, меня попросили записать свои эмоции после нашего перелета. Ну, конечно, мы устали. Потому что 2 раза по... Это 5 часов. Тридеть тяжеловато. Второй перелет у нас больше был как ночной. Но я, по крайней мере, поспала точно половину. Ну, под конец просто уже устали сидеть. И спина немножко болит из-за того, что долго сидишь. В общем, есть свои нюансы. Но как будто бы, наверное, все-таки лучше, чем один длинный. У нас все бы была небольшая передышка. Сейчас наша задача быстренько получить чемоданы. Разобраться, как нам доехать до квартиры. И, соответственно, уже скинуть вещи и отдохнуть. Там Максим что-то уже решает. Наверное, регистрируется на Wi-Fi. Ну, как-то так. Мы забрали наш багаж и идем сейчас к метро. Там есть какие-то таблички красно-синие. И вроде как это метро. Я надеюсь, что мы как бы не лажанем. Вот мы идем куда-то, пока что непонятно. Вон там таблички сверху, если видите, красно-синие. А вот куда-то дальше... А, вниз, смотри, вниз показывай. Пойдем вниз. Смотрите, тут еще такие эскалаторы кривые. Я такого никогда не видел еще. Они со сгибом прикольно сделали. Надо нам сейчас будет еще разобраться, как купить вообще билет в это метро. У меня, благо, есть армянская карта. Потому что у нас наличка в долларах. Блат вообще нет. Мы как бы там были обменники, но мы даже не смотрели. Я надеюсь, армянская карта отработает на ура. Еще один момент, кстати, у нас нет сим-карты вообще. И из-за этого нет интернета. А нам нужно списаться с менеджером, чтобы он нас впустил как бы в квартиру нашу. Потому что там, ну, хозяйка, менеджер, да. Вот, нам надо как-то с ним списаться. Но интернета нет. Я поизучал Адоте, я мог где покупать сим-карты. И сказали, что в аэропорту вообще не покупайте. Там специальные туристические какие-то тарифы. И они супердорогие. Сказали, надо брать уже в городе, в 7-11. Надо купить эту сим-карту, будем вставить, активировать ее как-то. И только потом списаться. Неудобно, неудобно. Ну, надеюсь, сейчас мы как-то его по-быстрому найдем. Но это уже после метро, наверное. Мы приедем на точку и там уже где-то найдем этот 7-11. Вроде как это распространенный магазин в Азии. Так что вот. Сейчас будем искать, как зайти в это метро. Пока непонятно на самом деле. Так, ну вот какая-то тут есть касса. И есть еще банкоматы такие. Но я посмотрел, и в банкоматах нет приема картой. Поэтому, я надеюсь, в кассе она будет. Мы идем в кассу покупать. И вроде бы мы посмотрели линию. Фух, надеюсь, не ошибемся сейчас. А где вы покупаете тикет по картам? Все в кассе. Все в кассе? Да, все в кассе. Окей, я понял. Спасибо. Короче, не хотят они карты мою брать. Здесь, здесь. Надо идти где-то обменивать деньги. Тогда идем обратно. Походу, нельзя карты ничего тут купить. Только кэшем. Короче, получилось, ребят. Вставил армянскую карту. Оно там как-то сконвертировалось по итогу. И нормально выдало мне 200 бат. Мы купили вот такие вот. Они черные у них почему-то. Они на самом деле разного цвета. У Инги вон желтый был. Такие пластиковые монеточки. Так, нам толстые, сейчас вниз погнали. И, как я понял, билетики у них покупаются таким образом, что ты выбираешь станцию, на которую тебе нужно доехать. Только там ты выходишь. Ну, как у нас электрички работают, в общем. А метро у нас по-другому. Ты там 50 рублей заплатил. Можешь хоть сколько кататься тут по-другому. То есть мы сейчас едем до конкретной станции. Там делаем пересадку. Там опять покупаем эти билеты. И проезжаем еще одну остановку. Неудобно, конечно. То, что нужно на каждой пересадке, будет покупать билеты. Это, конечно, вообще не кайф. Да. Но метро, кстати, тут какое-то мрачноватое. Никого нет. Тут все темно. Может, из-за того, что утро. Я не знаю. Но люди просто ждут. Не знаю, что ждут. Пока странно. Веселье. На самом деле, не такое шумное метро. Даже виды есть. Нормально, нормально. Все, едем. Едем в наш номер. Так, ребята, мы доехали до нужной нам станции. Ну как, мы доехали до пересадки. Так как тут пересадки такие, что нужно выходить из метро и заходить в другое метро, мы подумали, что как будто быстрее было бы пешком дойти до нашего отеля-квартиры. Поэтому мы думаем пешочком пройтись. По температуре прям душновато. Сейчас 31 градус, но влажность дикая и прям душновато. Вот так вот у них выглядит метро, кстати. У них оно все наземное. У нас в России в основном оно, конечно, подземное. И если вы меня спросите, а грязно ли в Бангкоке, а я вам покажу, ребята. Я вам покажу. Ну что я вам хочу сказать. Я пока иду от метро минут 10. Я уже весь мокрый. Вот такая вот здесь влажность. Инга он позади. Тоже уже из последних сил идет. Я ее понимаю. Столько лететь, конечно, устанешь быстро. Но нам надо сейчас найти наш отель. Здесь высоток этих. Их очень много здесь. Их прям очень много. Какая наша, непонятно. Сейчас будем как-то искать. Хер его знает вообще как. Так, ребят, ну мы зашли куда-то во двор. Посмотрите, какие здесь огромные высотки. Это просто жесть. Сейчас мы будем писать хозяйке, чтобы она нас где-то тут нашла. И будем как-то заселяться. Пока вообще непонятно. И как только я выключил камеру, к нам подошел менеджер. Провел нас в юридический офис. Мы сделали все документы. Сделали скан лица. И дальше он показал нам нашу квартиру. И мы успешно заселились. Ну, в целом, вот, мы заселились. Я сделал все документы. Все скан лица сделал, чтобы мы могли заходить тут во все помещения. Потому что тут нет как такой системы пин-кодов. Тут именно по скану лица, что не очень удобно на самом деле. Поэтому давайте сделаем обзор на квартиру. Она не слишком большая. Давайте вот начнем с двери. Видно, что она, конечно, пошарпанная немножко. Но очень страшно. Такая вот у нас кухонка. Небольшая. Есть две комфорочки. Умывалка. Какие-то кастрюльки. И холодильник. Но в целом все, что нужно. Тут такая у нас прихожая небольшая. Инга вон уже отдыхает с дороги. Тут у нас такой вот санузел небольшой у нас. С таким вот большим шикарным зеркалом. И, кстати, в этот санузел можно войти еще отсюда. Вот так вот. Оп, и ты уже в санузле. Что в целом удобно. Вот наша спальня. Тут, конечно, вот по стене видно какие-то потертости. Но ладно, ничего страшного. И вот такой вот у нас крутейший видок. Вот это нормально. Тут система работает, шумит. Какой-то тут лес небольшой. Эстакада. Вот это вот метро. Вот это вот. И какие-то дальше идут высотки. Что у нас еще тут есть? Небольшая комната с телевизором. Что-то типа гостиной, но непонятно. Она прям совсем маленькая. Тут рабочий вот стол. Телек на нем какая-то уже ошибка. И вот такой вот диванчик. Вот такая вот у нас квартирка на ближайший месяц. Мы ее арендовали на месяц с помощью Airbnb. И давайте вы напишите в комментариях, сколько она стоит. Мне вот интересно просто посмотреть на ваше предположение. Потому что я как будто переплатил. Можно было ее гораздо дешевле снять. Но у нас не было особого выбора, чтобы точно прям надежно все было. Эта квартира была из таких, из надежных. Тут еще есть бассейн и спортзал. Мы сейчас посмотрим их тоже. Сходим, но оно все включено как бы в эту стоимость. И я вот это вот меня и подкупило. То, что все включено и за такой вот ценник. Напишите обязательно в комментариях, что думаете, сколько стоит. А мы сейчас пойдем изучать. Нам еще надо симки купить. И что-то перекусить, потому что очень голодные. Так, ребята, а вот это уже самый верхний, 45-й этаж. Мы специально поднялись сюда, чтобы посмотреть, какой тут есть бассейн. Потому что он на 45-м этаже. И плюс еще тут должен быть спортзал где-то. Бассейн мы уже нашли, но очень красивый вид. Я вам сейчас покажу. Тут, блин, такие контрасты на самом деле. Куча высоток и куча одноэтажной постройки. Очень классно смотрится, посмотрите. А вот это вот весь наш бассейн. Он такой достаточно длинный. И отсюда тоже открывается классный вид. Очень красиво. И вот он такой вот длинный, длинный, длинный. И вот там вот, по-моему, должен быть спортзал. Сейчас пойдем посмотрим. Блин, но выглядит классно. Это, конечно, включено в стоимость аренды. Такой вид просто балдежный. Я никогда, наверное, так высоко не был с таким видом. Это для меня в новинку. Напишите в комментариях, вы когда-нибудь были вот с таким видом где-то? В таком вот бассейне. Это прям вообще выглядит очень кайфово. Так, и пойдем искать спортзалы. Тоже интересно. Инга нашла тут какой-то еще бассейн. Смотрите, пул написано. Пойдемте посмотрим. А, вот. Тут еще один бассейн, смотрите. Вот этот даже поприкольней. Он прям без края такого. Блин, ну выглядит супер классно. Вот там вот еще вдаль можно проплыть. Будет крутяцки. Не, ну выглядит зачетно, зачетно. Единственное, я почитал по правилам этого ЖК. И нужно надевать шапочку, очки, чтобы тут плавать. У нас, конечно же, этого нет. А, у Инги есть. У меня нет ни шапки, ни очков. Надеюсь, как-нибудь можно без этого. Вот. Как-нибудь нарушить правила. Ладно. Пойдем искать, где тут спортзал находится. Потому что это тоже очень важно на самом деле. Так, мы нашли одну часть спортзала. Она такая, боевая, больше какая-то груша, какие-то снаряды небольшие есть. Но он прям очень-очень маленький. Но это именно вот для бойцовская тема. Потому что я там в зеркале, точнее через окно, через окно увидел, что там есть еще часть. Сейчас покажу вам. Вот на той стороне есть еще часть. И там вот еще спортзала. Сейчас пойдем туда. Вот этот вообще маленький. Его даже можно не считать за спортзал. Сейчас пойдем в ту часть. Посмотрим, что там. Тут какая-то лаунж-зона, ребята, есть даже. И вот спортзал. Не буду, ребята, мешать. Но в целом есть вроде как все, что нужно. Большинство тренажеров есть. Смотрите. Все вроде как на месте. А вот там что? А, там лифт. Давай сюда выйдем. Посмотрим. Кстати, смотрите. А вот там еще есть какой-то бассейн. Он тоже наш, наверное. Он-то покруче еще будет, смотрите. И тут еще какая-то веранда, чтобы почилить чисто. Блин, ну вид, конечно, отсюда просто бомба, ребят. Посмотрите. Вот эти высотки очень классно выглядят. Пойдем посмотрим, как попасть в вот этот бассейн. Мне очень интересно, как до туда добраться. Слушайте, ну вот он бассейн получается. Третий. Третий бассейн. И люди, кстати, да, без шапочек плавают. Так что можно не париться по поводу шапок. Если не спалят, то и нормально в целом. Водичка такая чистенькая, голубенькая. Но это из-за плитки. Блин, ну выглядит классно. Вот эти бассейны, конечно. Очень мне нравятся. Посмотрите, как это классно выглядит. Ну и вот, ребята. И вот все вот это вот входит в стоимость нашего номера. Номер, конечно, такое себе. У меня ощущения были, ожидания, точнее, были побольше. Честно говоря. Немножко я сгрустнул по поводу этого номера. Но ничего, как бы месяц тут поживем, потом месяц в какой-нибудь другом месте, к которому мы уже сможем сами сначала приехать, посмотреть, а потом только деньги платить. Потому что когда мы были в Армении, такой возможности у нас не было. Мы сначала в первую очередь платили, потом уже получали. Обязательно пишите в комментариях, как вам все вот это вот, что дается за ту сумму, которую вы напишите. То есть у нас получается три бассейна, два спортзала. Ну, там один спортзал основной и один дополнительный такой бойцовский, условно. И получается квартира наша вот этот номер. Поэтому обязательно пишите. Что думаете, сколько стоит? Так, ну ладно. Наши территории, наши владения мы обошли. Сейчас пойдем симку, в общем, покупать. Вот этот 7-11, который был снизу. Посмотрим, есть ли вообще симка и получится ли армянской картой оплатить. Потому что если не получится, надо как-то обменять наличку. Наличку менять. Так что пойдем, пойдемте, ребята. Вот это наш холл, ребята. Тут можно поработать, что-то поделать. В целом, ребята вон и работают, сидят. И вот тут еще, смотрите, каждый выходные мне сказали, приезжают вот такие фут-траки. И тут можно что-то купить, покушать вкусного или невкусного. Я пока не знаю, выглядит все очень остро. Но, по крайней мере, вот эта точка красная очень остро выглядит. Вот эта вот 7-11, в которую мы сейчас пойдем симку искать. Чипсы, которые я вообще никогда не видел. Напитки тоже. Какие-то уникальные. Куча уникальной херни какой-то. И еды, и какие-то коллагены. Тут в общем куча всего. Но сим-карты я пока не вижу. Ну, бери, бери, бери. Берем все. Вон, Инга какой-то протеиновый шейк уже взяла. Я видела видео, говорили, нужно взять от комариков. Кстати, комаров мы еще не видели. Но это утро. Наверное, под вечер комары появятся. Блин, а где тут сим-карты-то? С сим-карты что-то вообще непонятно где. Смотрите, какие-то дошираки тут. Куча просто дошираков каких-то непонятных. Куча готовой еды. Просто посмотрите, бургеры. Ну, короче, еды тут очень много готовой. Насколько это нормальная еда? Да, я боюсь, честно говоря, такое есть. Тут, кстати, смотрите, еще есть такой пастомат тоже от Севена Глава. Какой-то тоже готовой едой, блин. Рис. Рис готовый есть. Кола какая-то. Бургеры у меня вообще превышают. Бургеры. Я не знаю, ребят, бургеры, братья, это просто ужас. Напишите в комментариях вообще, стоит ли вам сделать обзор на вот эти бургеры. Ну, я, честно говоря, переживаю за свой желудок. Ну, энтрозгель в начале и в конце. Да, у нас как бы есть энтрозгель. Поэтому, если вы напишите в комментариях, что хотите, мы, конечно же, сделаем для вас что-нибудь обзор, еще что-нибудь обязательно. Мы, кстати, купили еду. Вот, на 300 бат взяли. Лицо свое покажи. Но сим-карту, так, сканирую мое лицо. Жми, жми. Возьмой? Да. Но сим-карту мы, кстати, нашли в этом сайлоне. Она стоила 200 бат на 30 гигабайт, как мы поняли. Но забыли паспорт взять. Блин, паспорт не взяли. Поэтому, ну, через пару часов мы сейчас поедим, отдохнем. И потом уже возьмем себе сим-карты. Попробуем вообще, будет работать или нет. Я думаю, будет работать, что с ним. На этом, ребята, все. Я думаю, можно заканчивать серию. Мы сейчас будем отдыхать, перекусим немножко. И будем разбирать вещи. А уже в следующую серию куда-нибудь сходим обязательно. Посмотрим на рынки местные. Обязательно пишите в комментариях, что вам интересно было бы посмотреть. Например, обзоры на вот эту интересную еду из 7-11. Либо еще что-то, рынки, там, магазины, цены. Нам это, на самом деле, тоже очень интересно. Хотелось бы в торговый центр куда-нибудь съездить и посмотреть. Поэтому на днях обязательно туда съездим. А мы пошли отдыхать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.